Санкции против российской ядерки, как оцифруют всех призывников в Украине и самый крупный обстрел Израиля. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Путин снова за свое. Повторяет истории про мирные переговоры, но срывается на оскорбление. Ким Чен Ын готов отказаться от идеи объединения полуострова и хочет обозначить Южную Корею как главного врага. Израиль встречает футболиста после допросов турецкой полиции. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забудьте поставить лайк, не забудьте оставить свой комментарий под видео, ведь тогда Ютуб показывает это видео большему количеству людей, когда видит ваши реакции. Ну а мы пока начнем. Санкции не мешают изготовлению российских ракет, потому что в них используются западные компоненты. К тому же санкции должны работать, говорит президент Украины на Международном экономическом форуме в Давосе. Как можно быть довольным санкциями против России или экспортным контролем, если они даже не блокируют ее ракетное производство в каждой российской ракете? В каждой ракете есть критические компоненты из западных стран. Десятки компонентов. Это правда. Это факт. И, конечно, я благодарен за каждый пакет санкций. Спасибо, партнеры. Спасибо. Но приближение мира станет наградой для всех, кто заботится о том, чтобы санкции работали на 100%. Кстати, это явная слабость Запада, что российская атомная промышленность до сих пор не находится под глобальными санкциями. Хотя Путин – единственный в мире террорист, взявший в заложники атомную электростанцию. Президент выразил сомнение в том, что войну можно заморозить, не опасаясь о ее быстрой разморозке. Отказавшись от переговоров, они же отказались от переговоров. Напомню, в Стамбуле обо всем договорились. Говорю это вам, представителям муниципальной власти. Ну и все граждане России, конечно, должны знать, но вы напрямую с людьми работаете. Надо войска отвезти от Киева. Отвели. Через день они выбросили в помойку все договоренности. Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы. А он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде. Сказал, да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-мистр Великобритании, господин Джонсон, и уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну, придурки, нет? В ближайшие два года война может разделиться на несколько этапов. Об этом тоже говорили на форуме в Давосе. В течение следующих двух лет война в Украине может как усиливаться, так и повторно быть заморожена. Несмотря на санкции, Россия продолжает извлекать выгоды от энергетических доходов и экспорта товаров. И она может еще больше возрасти, если конфликт на Ближнем Востоке расширится. В отчете выделили и факторы, от которых будет зависеть заморозка-разморозка конфликта. Уменьшение поддержки в США и Европе. Российская Федерация продолжит извлекать выгоду из энергоресурсов и экспорта товаров, несмотря на санкции. В случае эскалации будет использовано обычное оружие, а не ядерное, но война может распространиться на другие страны. Война может превратиться в периодический конфликт, который продлится годы или десятилетия. Трудно предсказать, когда конфликт будет замораживаться или размораживаться, говорят авторы доклада. За последнюю неделю ни Украина, ни Россия не достигли каких-либо значительных успехов на фронте, пишет британская разведка в очередном отчете. Ограниченный успех российской армии стоил очень много ресурсов, техники и личного состава. Верховная Рада Украины оцифрует военнообязанных. Новый реестр позволит избежать повторных повесток, также отпадает необходимость в рейдах сотрудников ТЦК по спортклубам и ресторанам, теоретически. А также позволит хранить данные обо всех военнообязанных, да и вообще всю информацию, в одной базе данных в облаке, правда на серверах стран НАТО. Это, по мнению разработчиков законопроекта, должно как-то упростить доступ к развединформации стран-партнеров и обезопасить сами данные. Но депутаты относятся к нему по-разному. Нельзя размещать секретную и совершенно секретную информацию на сервисах за рубежом. Тем более системы боевого управления во время войны. Это пример простых решений, которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить потом будет невозможно. Подобные законопроекты принимаются со скандальными дискуссиями, как, например, указывает другой депутат Ярослав Железняк. Но все равно принимаются. Протест на польско-украинской границе окончен. В двух пунктах пропуска перевозчики начинают разблокировать границу. Правительство подписало соглашение с перевозчиками и продолжит работу над выставленными ими условиями. Протест будет прекращен до 1 марта. Это не означает, что диалог заканчивается. Наоборот, мы начинаем очень интенсивные, конструктивные переговоры, направленные на то, чтобы добиться конкретного результата. Выполнение решений, которые мы обсудили. У нас еще много работы. Польша ведет с Украиной переговоры о введении лицензий на импорт, что могло бы стать решением для фермеров. Варшава говорит о лицензиях, которые регулировали бы не только зерновые, но и фрукты, овощи, птицу, яйца или сахар. И хоть такое решение и не очень соответствует принципам свободного рынка, Еврокомиссия была готова на него пойти при условии окончания польско-украинского спора. Теперь речь идет о проверке уже существующих украинских лицензий. Северная Корея предлагает вписать в Конституцию Южную Корею, как самое враждебное государство. А Ким Чен Ын предупреждает, что его страна не намерена избегать войны, если таковая случится. Да и в принципе пришел Ким Чен Ын к выводу, что объединение с Южной Кореей больше невозможно. Взвешенно оценив особую обстановку, в которой в ближайшем соседстве с нами существует самое враждебное государство Республика Корея и ситуацию, в которой из-за эскалации военной напряженности под руководством США нестабильность региональной обстановки резко возрастает, мы пришли к выводу, что опасность, начало войны, которая может быть вызвана физическим снукновением, значительно усилилась. Корейский диктатор обвинил Сеул в стремлении к краху режима и объединению путем поглощения. Все это на фоне серии ракетных испытаний и стремления Пхеньяна отказаться от сложившейся десятилетиями политики и изменить свои отношения с Югом. Все эти идеи, конечно, не очень восприняли на юге полуострова. Это свидетельствует о том, что северокорейский режим признает свою антинациональную и аисторическую природу. Это политическая провокация, чтобы разделить Республику Корея и заставить наш народ волноваться. Более 50 ракет было выпущено по югу Израиля из сектора Газа, сообщают местные власти Израиля. Это крупнейший ракетный обстрел за последние несколько недель. Пострадавших нет. Одна ракета прилетела в магазин электротоваров. Там находились хозяин с сыном, но они не пострадали. Мы были внутри магазина. Мы с сыном были внутри магазина во время взрыва. Мы легли, легли на пол, положили руки на голову. Как всегда, впрочем. И вдруг дым внутри магазина, следы камней и прочее. Израильский футболист Сагиф Ехезкель вернулся в Израиль после допроса турецкой полиции. В аэропорту Бен-Гуриона его встречали ликующие болельщики. И все это из-за надписи на запястье, которую он показал на камеру во время матча, намекая на то, что прошло 100 дней с момента нападения Хамас на Израиль. С 7 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Нам очень важно знать, что вы думаете. На этом все. До встречи. Хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!